Привет! Меня зовут Ира, и это мой канал о русском по-русски. Это канал для иностранцев, которые изучают русский язык. Сегодня в этом видео мы начнём говорить о притяжательных прилагательных. Почему только начнём? Потому что будет несколько видео на эту тему. В сегодняшнем видео я расскажу вам о том, что такое притяжательные прилагательные и когда мы можем их использовать, а также покажу, как образовывать притяжательные прилагательные с помощью суффиксов "-ин", "-ын". Если эта тема вам интересна, продолжайте смотреть видео. Давайте сначала не будем смотреть на доску и просто поговорим о том, что такое притяжательные прилагательные. Как вы думаете, что значит мамин торт? Как вы думаете? Это то же самое, что торт мамы. Помните, когда вы изучали родительный падеж, мы говорили о том, что у родительного падежа есть функция принадлежность? Кому это принадлежит? Чей торт? Торт мамы. Так вот, у нас есть другой вариант, как это сказать. С помощью притяжательного прилагательного. Мамин – это притяжательное прилагательное. Так как слово торт мужского рода, мы используем притяжательное прилагательное мужского рода. Мамин. А как вы думаете, что значит мамина сумка? Да, правильно, это сумка мамы. Сумка – это слово женского рода, поэтому мы используем притяжательное прилагательное мамина. Это прилагательное женского рода. Такая же логика, когда мы говорим «мамина платье», платье среднего рода, поэтому «мамина», «мамины туфли», туфли множественного числа, поэтому «мамины». Итак, мы видим эти примеры, и мы понимаем, что притяжательные прилагательные обозначают принадлежность, и они отвечают на вопросы «чей», «чья», «чье», «чьи». Мы видим, что притяжательные прилагательные мы можем использовать в мужском, женском, среднем роде и во множественном числе. И позже вы узнаете, что эти прилагательные мы можем изменять по падежам, так же, как другие прилагательные. Но мы сегодня не будем учиться изменять их по падежам, сегодня наша задача научиться образовывать такие формы. Еще один очень важный момент, который вы должны понимать, когда мы используем притяжательные прилагательные. Обычно мы используем их в разговорной речи. Например, мы скажем «это мамин торт, не ешь его». Мы можем сказать «это торт мамы». Да, это тоже будет правильно. Но мне кажется, что носитель языка предпочтет здесь притяжательные прилагательные. Не всегда мы предпочитаем притяжательные прилагательные, но часто – да. Еще притяжательные прилагательные мы можем встретить в разных названиях, в терминах, в фамилиях и так далее. Мы об этом с вами обязательно поговорим. Очень важно понимать, что притяжательное прилагательное у нас образуется от одушевленного существительного, от кого-то живого. Например, мамин, собакин и так далее. Одушевленные – это люди и животные. И когда мы говорим о принадлежности, то обычно мы говорим «что-то принадлежит кому-то». Но в литературе вы можете встретить другие варианты, когда притяжательное прилагательное образовано от неодушевленного существительного. Но это в литературе. Итак, ну что, давайте начнем. Давайте разберемся, как же мы образуем притяжательное прилагательное с суффиксом –ин. И у нас сегодня будет два суффикса –ин, –ын. Суффикс –ин мы используем, если слово, от которого мы образуем притяжательное прилагательное, заканчивается на гласную –а или я. Видите, здесь в конце всех слов –а или я. Давайте попробуем образовать притяжательное прилагательное. Здесь, я думаю, вы уже справитесь сами. Плащ – он. Чей плащ? Мамин плащ. Правильно. Мамин плащ. Чей плащ? Мамин. Слово плащ мужского рода, значит, здесь у нас только суффикс –ин. Мамин плащ. Обратите внимание на порядок слов. Мы говорим плащ мамы, родительный падеж, но мамин плащ. Сначала притяжательное прилагательное, потом существительное. Хорошо. Дальше. Дочка – сумка. Сумка – это слово женского рода. Какое будет притяжательное прилагательное? Дочкина сумка. Дочкина сумка. Здесь в конце –а, потому что сумка женского рода. Дочкина сумка. Тётя. И здесь слово платье. Платье – это слово среднего рода. Тётина платье. Тётина платье. Платье – оно, поэтому в конце буква О. Тётина платье. Хорошо. Подруга – вещи. Вещи – это много. Подругины – вещи. Подругины – вещи. Мы используем И в конце, потому что вещи – это много. Мы посмотрели на существительное, которое обозначают каких-то людей. Давайте теперь посмотрим с вами на случаи, когда у нас имя. Эти случаи – это всё будут имена. Давайте образуем притяжательное прилагательное от имён. Мы очень часто это делаем. И вот здесь носитель языка обычно предпочитает притяжательное прилагательное. Давайте образуем притяжательное прилагательное от имени Саша. Карандаш. Карандаш – он. Сашин, карандаш. Правильно? Обратите внимание, что если мы образуем притяжательное прилагательное от имени, И мы пишем это прилагательно с большой буквы. Сашин карандаш. Юля, помада. Юлина, помада. Слово помада женского рода, поэтому в конце будет А. Юлина, помада. Илья, телефон. Ильин, телефон. Ильин, телефон. Отлично. И вы видите, что дальше в моем списке тоже имена, но я не объединила это все в одну группу. Сейчас объясню почему. Здесь мы называли конкретных людей и говорили о том, что карандаш, помада, телефон принадлежат им. Те случаи, на которые мы посмотрим с вами сейчас, это фразеологизмы. Какие-то устойчивые сочетания или термины. И в таких случаях, если мы даже понимаем, что когда-то это было имя, то сейчас в этом фразеологизме, то сейчас в этом фразеологизме или в этом термине мы видим притяжательное прилагательное, которое образовано от имени, но мы не говорим о каком-то конкретном человеке здесь. Поэтому такие притяжательные прилагательные мы будем писать с маленькой буквы. Давайте посмотрим. Анюта глазки. Какое будет притяжательное прилагательное? Анютины глазки. Анютины глазки это название растения. Выглядит оно вот так. И здесь мы уже понимаем, что речь идет не о конкретной Анюте, не о какой-то девушке конкретной. Поэтому здесь притяжательное прилагательное мы будем писать с маленькой буквы. А следующий пример это фразеологизм. Здесь притяжательное прилагательное образуется от имени Филька. Какое будет притяжательное прилагательное? Грамота она. Филькина грамота. Мы тоже напишем это притяжательное прилагательное с маленькой буквы, потому что здесь мы не говорим о каком-то конкретном человеке. Когда-то, да, это был конкретный человек, но сейчас это фразеологизм. Сейчас мы уже не говорим здесь о конкретном человеке. Поэтому здесь мы напишем Филькина с маленькой буквы. Вот такие притяжательные прилагательные у нас получаются с помощью суффикса "-ин". Я хочу обратить ваше внимание на все эти слова и сказать, что все эти слова вы можете также встретить, как фамилии. Я могу сказать Мамин Сергей. И это может быть фамилия человека. Или Дочкина Татьяна. Или Ильин Василий. Очень часто притяжательные прилагательные – это фамилии людей. И то же самое будет с суффиксом "-ын". И с другими суффиксами, о которых мы тоже позже поговорим. Вы очень часто встретите такие формы в фамилиях. Ну что, давайте посмотрим теперь на суффикс "-ын". Мы сказали, что суффикс "-ын", мы используем, если слово, от которого мы образуем притяжательное прилагательное, заканчивается на гласную. А или я. Суффикс "-ын", мы используем в том случае, если в конце слова "-ца". Вот очень важно. Здесь у нас обязательно должно быть "-ца". Давайте потренируемся образовывать. Яйцо-оно. Как мы образуем притяжательное прилагательное от слова курица? Курицыно-яйцо. Курицыно-яйцо. Суффикс "-ын", окончание "-о", потому что яйцо – это оно. И, наверное, вы уже слышали другое сочетание слов "-куриное яйцо". Так вот, в русском языке есть оба варианта. Курицыно-яйцо и куриное яйцо. Какая же разница? Курицыно-яйцо – это значит яйцо принадлежит курице. Вот этой конкретной. Когда вы просто покупаете в магазине яйца, они куриные. Они не принадлежат конкретной курице. Куриное яйцо – это просто характеристика яйца. У нас есть два разных типа прилагательных в русском языке. Мы не будем сейчас разбираться в них. Просто запомните, что бывает такая ситуация, когда вы можете использовать два разных суффикса прилагательных, и значение будет разное. Если будут суффиксы "-ин", "-ын", это притяжательное прилагательное, и обозначает оно именно принадлежность кому-то конкретному, человеку или животному. Образуем теперь притяжательное прилагательное от слова синица. Синица. И мы будем использовать это со словом перо. Тоже средний род. Какая будет форма? Синицыно-перо. Синицыно-перо. Это перо, которое принадлежит конкретной синице, которая, например, живет у вас дома. Лисица. Образуем вместе со словом хвост. Чей хвост? Лисицын хвост. Лисицын хвост. Отлично. Слово спица. Спица. Спица – это неодушевленное существительное. Я вам говорила, что когда мы говорим о принадлежности, обычно мы образуем притяжательные прилагательные от одушевленных существительных. Все так. Здесь мы с вами просто образуем фамилию, потому что фамилии могут образовываться как от одушевленных, так и от неодушевленных существительных. Итак, например, Валерий. Валерий Спицын. Спицын. И тогда мы напишем это с большой буквы, потому что это фамилия человека. И последний пример. Царица. Чья корона? Царицына корона. Царицына. И, возможно, кто-то из вас сейчас вспомнил, что в России есть такое красивое место, которое называется Царицыно. Это тоже притяжательное прилагательное. И есть очень много географических названий, которые с точки зрения грамматики являются притяжательными прилагательными. Когда мы с вами в следующем видео будем говорить о других суффиксах, я покажу вам много известных вам названий городов, в которых прячется притяжательное прилагательное. Так, ну что, вы умеете образовывать теперь притяжательное прилагательное с помощью двух суффиксов. Давайте сейчас мы с вами немного потренируемся это делать. Здесь мы делали это вместе, а сейчас вы будете делать это самостоятельно. Я открываю другую сторону доски. И здесь у меня задание. Точнее, два задания. В первом задании вам нужно сказать по-другому, используя притяжательное прилагательное. Во второй части вам нужно образовать фамилию. Я предлагаю вам сейчас остановить видео, сделать эти два задания, а потом включайте видео, и мы проверим ваши ответы. Делайте. Закончили? Отлично! Давайте проверять. Начнем с первого задания. Куртка Даши, как мы скажем по-другому, Дашина куртка. Дашина куртка. И надеюсь, что вы не забыли написать Дашина с большой буквы, потому что мы говорим о конкретном человеке. Второй пример. Платье бабушки по-другому. Бабушкино платье. Правильно? Слово платье среднего рода, поэтому у нас будет вариант бабушкино. Здесь будет О, да? Бабушкино платье. Так, отлично. Дом Дарьи по-другому. Дарьин дом. Опять мы говорим о конкретном человеке, поэтому мы пишем Дарьин с большой буквы. Кстати, Даша и Дарья – это одно и то же имя. Дарья – полное имя, Даша – короткое имя. Взгляд Юры по-другому? Юрин взгляд. Отлично! Юрин взгляд. Хорошо. Когда вы понимаете, что нужно сказать по-другому, вот такие сочетания, вам нужно в голове вернуться к именительному падежу. Даши – это Даша. Бабушки – это бабушка. Дарьи – это Дарья. Юры – это Юра. То есть здесь у нас будет Я, здесь А и здесь А. А значит, во всех случаях мы используем суффикс ИН. Хорошо, посмотрим на вторую часть. И здесь я просила образовать фамилии. Давайте я напишу еще имена, чтобы было чуть-чуть потруднее. И где-то у нас будет мужчина, где-то женщина, а где-то множественное число. Вот так я решила усложнить вам жизнь. Мой маркер решил, что не хочет больше писать. Вот так. Отлично. Ну что, образуем фамилии. Курица. И нам нужно соединить это с именем Аня. Какая Аня? Какая? Какая у нее фамилия? Курицына Аня. Курицына Аня. Слово, от которого мы образуем притяжательное, прилагательное, заканчивается на ЦА. Поэтому мы используем суффикс ИН. Девица. Соединяем со словом СОНЯ. Девицына СОНЯ. Девицына СОНЯ. Отлично. Девицына СОНЯ. Ваня. Да-да, от имени мы можем образовать фамилию. Обычная ситуация. Костя. Костя это он или она? Костя это он. Полное имя Константин. Итак, какой у нас Костя? Ванин. Костя Ванин. Слово заканчивается на Я, значит у нас суффикс ИН. Отлично. А здесь у нас будет сразу два человека, поэтому притяжательное, прилагательное будет во множественном числе. Ну и просто проверить ваше знание имен. Он, Вася, он, она, он. Это Василий. Вика, она. Это Виктория. Итак, их фамилия? КАРТИНИНЫ. КАРТИНИНЫ. КАРТИНИНЫ ВАСЯ и ВИКА. Отлично. Ну что, я надеюсь, что всё правильно. И вы поняли, как мы образуем притяжательное и прилагательное с помощью суффиксов ИН-ЫН. Ну и надеюсь, вы поняли, зачем вообще притяжательные и прилагательные нужны. И поверьте мне, мы очень часто их используем. Это очень важный тип прилагательных. Чтобы вы могли ещё больше потренироваться образовывать такие прилагательные с помощью суффиксов ИН-ЫН, я сделала для вас небольшое онлайн-задание. Вы найдёте его по ссылке в описании этого видео. А в следующем видео мы поговорим с вами о том, как образовывать притяжательные и прилагательные с помощью суффиксов ОВ, ЕВ, ЁВ. Надеюсь, что вам будет интересно. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. И я желаю вам удачи в изучении русского языка. И, конечно, надеюсь, мы увидимся в следующее воскресенье в 9 часов утра по московскому времени. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!